Пока ты спал, знаешь, что просишь? Приходила целуй-ка и просила передать тебе по-телуйке. По-моему, пора собираться. Маленькая баечка на свете, да? Мама, я хочу пустить. Мультики хочешь? А кушать хочешь? Да. Ты мой золотой, помогай с мамой. Ты считаешься на чем? На кшесле, да? Кшеслу. Давай, перемешиваем. Мама. Кэфери, насквы. Я вот кой. Сейчас. Я никогда не показывал, мама. Переставь трубочку. Нет, только с трубочки, зайчик. Мама. Нету трубочки. Мама, надо купить. Хорошо, я куплю. Зайка, давай без нитья. Давай без истерии. Ну а? Нормальным голосом просто скажи. Боже не хочу тебя пить. Хорошо, не пей. нет почему ты же не хочешь больше нет не становится я же тебя вижу нормальные глаза отличные я бы сказала глаза ну что у Катарина нету нету а как она вчера упала мы сейчас готовим лечь но здорово я не хочу чтобы она на твоём на моём что я это всё я эти куклы и мне не дашь какой у тебя жадина жадядина всем привет ребят ну что с последней нашей встречи моя жизнь круто изменилась я сейчас живу в Польше маленьком городе с Гожелец это город на границе с Германией когда-то это был один большой город потом поделили его пополам одна половина это Польша с Гожелец а вторая половина это Германия Герлиц то есть заходить в Германию у меня пешком 5 минут я приехала сюда с Давидом с Балькой и также со своей лучшей подружкой с её ребёнком и её отцом если вы смотрите наши влоги вы их знаете мы всё время летом ездим на дачу к Катиному папе и на день позже приехала жена брата с дочкой моей племянницей с нашими родственниками вот как-то так почему именно этот город потому что тут у нас семья тут у нас есть родственники которые очень сильно помогают ну прям очень сильно я сниму очки сложно говорить без слёз на глазах я им очень сильно благодарна потому что не знаю что бы мы делали без них как-то понятно бы как-то устроились но всё-таки когда есть скажем так свои люди то это совсем другое я считаю что нам очень сильно повезло что мы смогли выехать что я смогла вывести ребёнка потому что то что происходит сейчас в Украине это просто кошмар некоторые города просто стирают с лица земли дети сидят в подвалах в метро бомбоубежище живут там уже которую неделю разрушаются наши дома улицы дороги все какие-то торговые центры кинотеатры театры и погибает столько людей столько детей это просто какой-то геноцид это кошмар я вам скажу честно если кто-то будет писать мне какую-то херню типа да что там у вас то я вверх буду всех блокировать нахер потому что я не хочу умственно отсталых людей у себя на канале но то что происходит сейчас в Украине я не пожелаю её пережить никому это самая настоящая жестокая ужасная страшная война в которой гибнут люди и в которой разрушается всё и я вам скажу честно если бы у меня не было ребёнка я бы не уехала я бы осталась своей стране рядом со своим мужем я бы занималась волонтёрской деятельностью я бы делала всё что я могу но в данной ситуации я должна думать о безопасности своего ребёнка я должна думать о его психическом психологическом здоровье потому что те дети которые сидят в подвалах вы представляете вообще что что с ними морально происходит мой ребёнок не сидел ни одного дня в подвале потому что Женя вывез нас сразу же в относительно безопасное место в Киевской области мы только слышали сирены и взрывы и то он просыпается в кошмарах а что что говорить о детях которые которые уже столько времени прячутся от ракет от взрывов от пуль и я знаю это не понаслышке и конечно же нужно думать о здоровье своих детей поэтому мы приняли с Женя решение как бы я не скучала за мужем как бы я не хотела с ним разлучаться что нужно ехать для для того чтобы создать для ребёнка насколько это возможно благоприятное условие жизни и главное это безопасные условия жизни вот Женя в Киеве делает все что может а мы тут вы знаете вот отец моей подруги он сразу же не смог уехать мы уехали в гости к родителям нашего друга в Киевскую область на дачу моя подружка Катя подъехала к нам где-то через день с мужем и с ребёнком а её отец он был у себя дома то есть на даче в загородном доме куда мы к нему ездили все лето и он там был 5 дней без света без электричества без еды без воды там шли активные боевые действия чуть ли не пули летали знаете во дворе у него и он не мог выехать и потом когда уже стало просто там невозможно находиться ты понимаешь что ты просто не сегодня а завтра умрёшь он решил конечно же пытаться выехать и он ехал на машине вокруг него взрывались какие-то бомбы то есть вот в десяти в двадцати метрах ну это знаете какой-то кадр из фильма наверное вот так вот можно себе это представить и он ехал просто на выживу не выживу он выжил он доехал он приехал туда к нам где мы уже все были и мы поехали все вместе на границах украина польша очереди были двое суток чтобы переехать границу как вы понимаете с маленькими детьми это просто нереально стоять двое суток сидеть в машине на границе без возможности там помыться элементарно сделать теплую еду сходить в туалет поэтому мы решили ехать на другую границу через молдавию тем более мы находились от нее в пяти часах езды прохождение границы украина молдавия у нас заняло пять с половиной часов потом проехали молдавию заехали в румынию там тоже мы часа три с половиной наверное постояли на границе потом мы проехали румынию попали в венгрию с венгрии в словакию потом еще кусочек австрии я даже не знала когда мы ехали что нам маршрут навигатор построил через австрию это было очень забавно потому что мы едем и такая табличка добро пожаловать в австрии такая класс мы в австрии ну буквально полчаса и мы снова проехали эту страну потом чехия и потом уже польша это где-то две с половиной тысячи километров за рулем мы останавливались на ночь в каких-то хостелах переночевать ну потому что дети физически не могут выдержать просидеть только в автокресле получается мы ехали на двух машинах на одной дядя федя отец мы и кати на второе я катя и дети потому что в его машину нельзя поставить автокресло ну и были конечно же с нами вот получается в общей сложности мы ехали шесть дней это было очень тяжело особенно румыния там где горы там где серпантин там где сумасшедший снегопад и ты едешь просто 10 километров в час и одно неверное движение тебя снесет и я понимала всю ответственность у меня два ребенка в машине это было тяжело но мы справились я поняла что я просто женщина киборг и я могу все и буквально за 300 метров уже за 300 километров до места назначения у дяди федя ломается машина нам приходится вызывать эвакуатор в чехии мы отвезли машину на сто оказалось что они не могут ее быстро починить и огромное вообще спасибо моим родственникам здесь в польше которые просто сели на эвакуатор и приехали на эвакуаторе в чехию забрать машину ну вот и привезли нас уже к себе домой какое-то время мы были у них где-то неделю сейчас мы уже живем съемной квартире мы сняли квартиру замечательная у нас хозяйка квартиры которая сделала нам скидку и мы снимаем квартиру по очень хорошей цене двухкомнатную не живем я с давидом хотя алиной дядя федер и бельк вот и за этот месяц она не берет платы она будет брать только со следующего месяца и буквально на день позже приехала с моими родственницами жена брата с алиской до яси алиса и они живут в бесплатном отеле ну отель это конечно очень громко сказано но это такие комнатки маленькие восемь квадратных метров в этой комнатке находится душ туалет две кровати шкаф тумбочка вот как то так детей мы смогли устроить в садик я вам скажу честно я сомневалась стоит ли вести давида в сад потому что это стресс но с другой стороны я понимала что он чужой стране ему нужно общаться с детьми ему нужно понимать язык вот поэтому решила все-таки попробовать и вот он уже сегодня третий день пошел в сад я вам скажу он себя конечно условия вот эти вот все которые пришлось его поставить на все что происходило война потом вот это изнуряющая очень сложная дорога потом как бы непонятные для него места где мы ночуем вот это вот все привело к тому что ребенок находился в очень большом стрессе да и увел он себя просто отвратительно у него просто были такие истерики какие-то нервные срывы он сам не понимал что с ним происходит и вот он третий день сегодня пошел в сад и вот вчера это просто был золотой ребенок вел он себя уже дома по сравнению с тем что было прекрасно я поняла что все таки да это что он пошел в садик благотворно на него влияет конечно идет в сад он с огромной истерикой я не могу его дать вчера вот мне утром кричал мама не бросай меня не оставляй меня больше никогда тебя не увижу но он еще знает что надо сказать чтобы затронуть скажем так струны материнского сердца я конечно его когда отдала я вышла меня все вот так вот телепало трясло но когда я пришла его забирать он такой мне помахал рукой и побежал играть с детьми то есть все уже было окей сегодня уже отдала я его полегче то есть он уже плакал но он согласился уже идти он пошел на руки к воспитательнице он плакал он говорил мама ты же со мной приедешь и конечно приеду вот и пока бомбардает говорит пока ну то есть он уже не просто с истерикой его воспитательница выдирала у меня из рук а он уже согласился с истерикой да но он согласился надеюсь что дальше будет лучше конечно очень мне помогает знание языка и честно я думала что у меня язык хуже уровень незнания языка хуже но он оказался достаточно неплох я абсолютно спокойно общаюсь со всеми поляками причем совершенно разные отвлеченные темы у жонди да ну то есть это как посольство представительство которое помогает украинцам тут и легализироваться зарегистрироваться тоже я все понимаю и да хорошо что у меня есть язык это очень сильно облегчает жизнь как-то так тут очень много пунктов гуманитарной помощи для людей которые приехали с украины тут уже очень много украинцев в этом городе я не сильно ими пользуюсь если честно потому что у меня есть какие-то накопления какие-то деньги я стараюсь то что мне нужно купить чтобы люди которым действительно необходимо которые приехали без ничего чтобы они могли себе взять то что нужно в этих пунктах гуманитарной помощи потому что там все и одежда и постельная и полотенце и еда чем все 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 вот не знаю что сказать конечно родственники которые тут они стараются максимально создать для нас такую атмосферу да и такую жизнь чтобы мы не чувствовали что все так плохо чтобы дети чувствовали что все хорошо я им бесконечно благодарна это люди огромной просто души они помогают нам не помогают другим беженцам не знаю просто сайте вот ну как бы больше всего нам помогает мой вот получается племянник но на самом деле мы ровесники бардек его жена эвелина и сыночек у них михал вот они нам больше всего помогают поддерживать мы видимся каждый день и они так много для нас делают и вот я как бы раньше знала его существование но мы вообще не по не общались не поддерживали связь я увидела когда-то глубоком детстве когда мне было наверное 10 лет вот и он даже меня не помнит я его так смутно помню он меня нет и вот сейчас они делают просто столько для нас и что я в шоке у меня слезы на глаза каждый раз наворачиваются я не знаю как как их благодарить нам очень сильно повезло я считаю что нам просто колоссально повезло что мы смогли выехать что у нас здесь есть помощь что у нас есть поддержка что я приехала на машине они мне нужно было переходить границу пешком с ребенком да я не взяла с собой никаких вещей потому что я была уверена что мы едем на один вечер переночуем и на следующий день мы вернемся к себе домой в киев и у меня с собой были какие-то пробники косметики один спортивный костюм там две пары трусов две пары носков все поэтому ну ребенку я взяла чуть чуть больше просто на случай если вдруг он выпачкается чтобы его можно было переодеть и вот и вот так вот я ехала но это все ерунда полнейшая мы уже приехали тут купили необходимые вещи все что нужно это мыльнорыльные принадлежности на какие-то одежду вот все в порядке это все ерунда и это все не стоит ничего вот так что я я просто знаете смотрю некоторых блогеров которые куда-то там выехали и которые ноют как все не так я считаю что нужно быть благодарными и нужно понимать что то что ты смогла выехать вывести своего ребенка это уже огромное счастье и ныть что что-то тебе там не подходит просто-напросто стыдно вот поэтому я считаю что у нас все супер нам очень сильно повезло и я просто молюсь вселенную прошу каждый день чтобы все мои близкие кто остался в украине чтобы они все были живы здоровы чтобы они были в порядке вот пока все все хорошо вот и конечно же я каждый день молю вселенную чтобы закончилась эта проклятая война чтобы этот больной просто маньяк который это все устроил чтобы он сдох да девочки я никогда в жизни никому не желала смерти но сейчас я всей душой молю вселенную чтобы он подох просто как паршивая собака потому что на его руках кровь он убивает детей он убивает невинных людей он разрушает целые города потому что он просто больной на голову маньяк вот хотела закончить на позитивной ноте но как вы понимаете в таких обстоятельствах это немножко сложно вот ладно наболтала 17 минут пишите мне что вы хотите видеть показать вам как мы устроились в общем что и как я буду по возможно скажем так моральным своим возможностям потому что морально мне тяжело правда но я держусь я стараюсь находить позитив во всем вот я буду стараться для вас снимать просто чтобы чтобы не сойти с ума и чтобы вы знали как все происходит на самом деле вот вы знаете что я всегда была максимально откровенно с вами я никогда не врала я никогда не притворялась я всегда такая какая есть я буду продолжать оставаться таковой вот так что буду ждать вас в комментариях пожалуйста напишите какие-то добрые хорошие позитивные слова которые смогут нас поддержать и я всем от души желаю иметь мирное небо над головой чтобы ваши близкие были рядом с вами чтобы у вас всегда была возможность обнять поцеловать вашу маму папу мужа чтобы вы все были живы и здоровы и чтобы у всех все было хорошо я люблю вас до скорых встреч